ВЕГАН ХРИСТОЛЮБ Деяния апостолов И мы с вами перешли к четвертому разделу Это предание церкви, предание святых отцов Вы уже, если кто последовательно смотрел, посмотрели видео «Монашество или отделенное» Я его записал еще где-то год назад, поэтому я сейчас себе позволяю такое предисловие Потому что я его в принципе не в рамках этого плейлиста писал Но так мысли были, и оно тоже таким предисловием А дальше мы с вами рассмотрим, ну сегодня вот Климент Александрийскому, что он говорил Следующий ролик Антони Великий, потом Василий Великий и Исаак Сирин По монашеству, как я вам еще раз сказал Давайте я вам просто зачитаю все-таки в этом видео Тогда я, потому что ролик был отдельно Кто последовательно смотрит, уже его посмотрел Кто нет, вот так, напоминание Отделенные – монахи или монашествующие, или ранние христиане «Монашество» – это видео о тех далеких временах, когда ранние христиане действительно жили по заповеди Бога, любя все его творения, не делая никакого различия между человеком и животным Один Бог, одна любовь, когда основная масса христиан стала уклоняться от святой жизни и жить во грехах, и стали появляться монахистующие, отделенные христиане от нечестивых беззаконников Так вынужденно, вопреки общности, зародилось монашество в среде христиан Ну и я, тут комментарий мой Приведенный ниже текст из передания Ортодоксии достаточно для того, чтобы задуматься, что что-то не так С чего вдруг великие святые исполняли то, что якобы новым заветом не предписано к исполнению Якобы это их личная инициатива, да еще и противоречащая истина Ну мы с вами в частности переходим, как я говорю, к чтению Климента Александрийского Читать нам сегодня с вами придется совсем немного, поэтому я в общем-то в свободе слова поговорю Ну в общем-то я это люблю делать Климент Александрийский, это пресвитер, очень известный, очень известный иерарх И более того, года его жизни должны о многом сказать Это 150-215 года нашего с вами, нашей эры, так называемой эры от Рождества Христова Или как говорят, нашей эры, да То есть это буквально, ну вы же поймите, что исчисление идет от Рождества Христова, да Убийство Иисуса Христа через распятие было там, ну пусть в 30 с чем-то лет, да Буквально получается между вот этим пресвитером, пусть плюс это же не мальчик, там богословствовал, а мужчина Ну пусть даже возьмем это 200-е года, да То есть разница всего 150 лет, достаточно небольшой промежуток времени Я, естественно, этих так называемых святых, ортодоксии Ортодоксии не просто так называю, ортодоксии это древнее название Еще не разделенной православной католической церкви, так называемой, да На самом деле государственного министерства по одурманиванию народа, да Это уже когда в 4 веке стали первые соборы собираться по желанию императора И христианство стало становиться государственным министерством духовного образования народа, да То это уже никаким христианством не стало быть Его уже окончательно извратили, причем узаконили эти извращения все В том числе, кстати, и трупожорство вырезали целиком из настоящего христианства Веганство вырезали трупожорство, наоборот, туда опять впихнув, что делают многие грешники Вот этот Кирилл Александрийский мы с вами видим, я по годам жизни выставил Все-таки идет у нас такая хронология событий, это очень важно, да То есть я не зря вам напомнил, что мы в принципе рассмотрели все от сотворения мира, который был веганским И вот заканчиваем преданием так называемым, да Взято это из-за его творений, ну так обычно называется и житие этого святого Есть творение по-простому называется, ну или его книги, его труды Книга вторая, пункт первый Правила относительно пищи, то есть она так и называется Что же пишет этот Кирилл Александрийский? Очень важный момент, я хочу, чтобы меня, если вдруг кто-то будет смотреть противящийся истине Да, религиозник, православный, там католик, да и протестанты Они все-таки преданием тоже не прямо уж брезгуют, да Вот на что пишет этот Кирилл Апостол Матфей Более того, я не просто так сегодняшнее видео назвал даже на значке Матфей и Климент, веганы, да То есть мы не просто с вами найдем, что якобы некий Климент, Александрийский пресвитер, да Был веганом, да Сам, это безусловно уж понятно из этих будет речей Он прямо апостола Матфея, автора Евангелия от Матфея, называет кем? Веганом Что же он пишет? Апостол Матфей употреблял в пищу лишь хлеб, фрукты и огородные овощи без мяса Более того, он Иоанна Крестителя не обошел стороной Знаете, это прямо вот здорово, что вот с этого Климента начинается вот эта серия, да Вот о тех святых, ортодоксальной, ну я буду называть секты, да Иоанн Креститель простирал воздержность далее и питался акридами и диким медом По поводу акриды, есть бредание о том, что, не бредание, а бредание Бред, от слова бред, да, что это якобы там какие-то насекомые, саранча У меня есть ролик, Иоанн Креститель ел саранчу и мед Я не веган, ибо Иоанн Креститель ел саранчу и мед Ну, в принципе, я вам уже анонсировал, мы же все это разобрали Поэтому, кому интересно, обратитесь, кто еще не смотрел Посмотрите все в одноименном этом плейлисте, в котором вы смотрите это видео есть То есть мы с вами видим цепочку, я хочу, что вот те же самые православные Они так любят вот предания, так любят своих святых отцов И так любят принимать порой действительно их нелживые учения о чем-то И выдавать эту за истину, мне хочется просто показать им другую сторону Да, и они, знаете, вот они правда, как вот говорят, что того же самого Антония Великого О котором будем в следующем видео говорить, его называли пчелой Сравнивали с пчелой, богомудрой пчелой его называли, да Который действительно был таким человеком, который он себя сделал из того, что я вот к себе таким же отношу И когда-то Антоний Великий был прям моим тоже таким мини-кумиром после Христа Нравилась мне его жизнь и его прожитая жизнь Вот каким он себя сделал и как он его сделал Его называли так не просто так, он от всех брал лучше Он менял себе учителей, сначала у одного там монах поживет, у другого еще будучи юношей И вот все лучше он от всех брал и себя сделал Поэтому таким лучшим, совершенным, как называют этих святых, преподобными Подобными Богу, да, о чем нам Иисус в общем-то и заповедовал И вот действительно, знаете, я это в предыдущих роликах очень много, да всегда вам говорю Что действительно, что пчела везде найдет, во-первых, пыльцу, да, и с разных цветочков наберет и сделает прекрасный мед И все знают, есть образ, наоборот, сравнивает с мухой, что муха пролетит все прекрасное поле Да, и найдет обязательно говно себе, да Вот это то же самое, знаете Человек с чистым оком, с чистым сердцем, душой, с чистыми помыслами С желанием добра, любви, в котором любовь, в принципе, полыхает Дух любви, он найдет все самое светлое везде Ну а тот, у кого сердце черное, темное, черствое, окаменелое Безумный, который, как Иисус говорил, тупой человек, идиот, как я выражаю с меня, слово ближе всего Конечно, он везде найдет зло Они даже из этих, так называемых, святых отцов, из преданий Нет бы что-то самое лучшее собрать, что действительно соответствует истине, Евангелию, образу Иисуса Христа, любви, да, доброте Нет, они собирают-то тут все самое говно, какое только можно, как эти мухи навозные Да, и из этого лепят свои лжевые учения Православие, католицизм, претестантизм, конечно же, ничего общего, близкого с христианством не имеют, от слова совсем Это тоже надо очень важно понимать И вот, пожалуйста, Климент Александрийский, он что, не знал? Вот у меня просто еще тезис к этому ролику надо было вначале озвучить, уже десятая минута, да Что мне не растыкали лично, ну, я понимаю, что таким, как я, что якобы ты что себя там возомнил выше Библии Ну, про Библию вообще это даже говорить не стоит, это все же бумажки, да, людьми написанные, переписанные, перетолкованные, переведенные, уже 2000 лет назад все перемусировавшие, переизвратившиеся, да, вот Ну, ты там выше истин, ты выше Христа, который, ну, пусть даже в этих Евангелиях до нас, образ которого дошел там, или выше апостолов, которые чуть ли тоже там не мясо ели, Павел Вот вам, пожалуйста, я говорю, слушайте, у вас, если мозгов хватит, конечно, задуматься, ну, что у вас тоже не все гладко в вашем предании Пожалуйста, есть такой Климент Александрийский, более того, как они любят, когда им тычешь, вот, в таких святых Я специально не стал далеко там залазить куда-нибудь там потом, на пятые века, десятые, пятнадцатые, до двадцатого, все это Я взял в пример самых известных, древних, вот таких и близких к Библии, к Новому Завету, да, то есть люди, которые там не в тысячу лет уже жили от этого, да, там уже вообще не разберешь ничего Я взял самых вот таких ранних, так называемых отцов церкви, и, как я вам уже говорю, это одни из величайших у них святых, да, вот, начиная с того же самого Климента Александрийского И он не то, что о себе сказал, что он там, вот, веган, да, а он прям утверждает, что не то, что даже, да, во-первых, Иоанн Креститель, да, все это акриды, это никакие, не насекомые, даже там, не саранча, это трава Очень важно понимать об этом, вот, в том ролике, к которому я уже тоже здесь дал ссылку, там все это говорил, сегодняшний будет Но он прям утверждает, что апостол Матфей был веганом Мы же с вами видим этот текст у вас даже на экране, чтобы вы никуда Вы можете все это проверить, пойти пересылком на любой православный, там, или католический сайт найти этого святого, его творения, открытие, вы там все это найдете Я вам точную ссылку дал Климент Александрийский, творение, книга вторая, первая глава Правила относительно пищи Апостол Матфей употреблял в пищу лишь хлеб, фрукты и огородный овощ Ну, в общем, был самым настоящим веганом Естественно, если Климент Александрийский здесь об этом пишет Пишет об Ане Крестителя, о Матфее Естественно, святые всегда, в отличие от религиозников, которые, как Иисус правильно говорил о религиозниках иудейских своего времени, своих современников Что они, да, гробы-то строят памятники, там, синодальный перевод ужасный Памятники-то они строят, ну, гробницы, памятники, да, своим пророкам там древним, которые обличали собственный народ в злодеяниях Но по делам их они не поступают Это абсолютно всегда работает во все времена И вот, в отличие, конечно, от основной массы верунов, религиозников, адептов собственной секты Там, в том числе, православий, католик, протестантов Были и там люди, которые, в отличие от основной массы, поступали так, как поступал Иисус Поступали так, как поступал Павел Потому что сам Павел, подражайте мне, как я Христу Да, и Тимофею писал, что подражал ему А других призывал подражать ему, Тимофею, да, своих уже членов церкви И вот, кто поступал, действительно, по правильному, по доброму учению Как Павел писал о Тимофее, да, будь образцом во всем добром В поведении, в любви, да, в любви Быть образцом для всех, да Вот, они действительно достигали этого совершенства в любви Ну, естественно, Климент Александрийский не зря стал великим в этом плане Потому что подражал тем своим предшественникам Естественно, если он знает, что апостол Павел, да, в пищу был веганом И, естественно, я-то убежден в этом, что Иисус, естественно, знает, что он был веганом Пропоял своим ученикам, естественно И веганство этическое, как это говорят, моральное, из любви к животным, да То и, соответственно, все последователи, все ученики поступали так же Вот мне хочется религиозникам, конечно, тыкнуть, да, пожалуйста Я говорю, я не зря записал тогда ролик тоже, что я веган, ибо Иисус, Бог любовь во плоти И он был веганом, да И мы с вами цепочку просматриваем, просто очевиднейшую И вот я говорю, начиная с этого Климента, с так называемого Который, потому что мне тоже тычет, что вот И, как я вам сказал, такой тезис к сегодняшнему ролику Я хочу к первому был, что вот якобы Ты там противоречишь Иисусу, его жизнь, его учение И апостолам Ну начните тогда со своих тыкать, со своих этих, особенно всего религиозные люди Какая-то Маруся включилась на телефоне, но это подсказка у Яндекса, что ли То есть, пожалуйста, мы с вами видим явную цепочку Клименту утверждает, что апостол Матфей был веганом Ну естественно, если апостол, тогда тыкните апостолу Матфею сначала Что он что-то не понял Христа, взял Мне просто не раз тыкали, я просто все эти не помню комментарии Вот у меня скрины, что-то я там пытаюсь сохранить Надо что-то, просто забываю, не думаю, что это потом пригодится Мне писали, что типа, ну ты вот как бы, что ты на себя больше натягиваешь Но если натягиваешь, то это твои проблемы Ну тогда тыкните апостолу Матфею, который, получается, натянул Что якобы вот Иисус там их рыбкой кормил И они там вместе барашка резали, ели, да Нет, пожалуйста С чего он потом вдруг, апостол Матфей стал веганом Если они с Иисусом рыбу ели С Иисусом барашка резали Тогда кто-то здесь явно лжет Если человек лжет в одном, значит он лжет во всем остальном Прошло совсем немного, полтора века То есть мы видим, что между этим Климентом и Александрийским Более того, мы даже не знаем, сколько прошло Потому что, как я говорю, выстроите цепочку Последовательности временную Я говорю, пусть 30 лет от Рождества Христова 33 умер Иисус Матфей мог быть таким же 30-летним парнем Он мог дожить до 100 лет Иоанн Богослов, говорят, умер больше 100 лет Значит, это, грубо говоря, 100 лет От Рождества Христова Смерть этого Матфея, апостола Мы видим все с вами Я говорю, ну даже мы возьмем, что Климент Я могу поискать информацию об этом Телефон лежит сам по себе А Google Ассистент как-то включается Еще говорят, что в наших телефонах Никто не лазит Видимо, там все лазит Так вот Сбили меня О чем я говорил-то Вот этот телефон В общем, что Ты натягиваешь, я говорил, да, на себя Вот типа противоречишь Иисусу, апостолам А, и что Климент Александрийский вспомнил Ну ему пусть даже в 200 лет он стал таким Раз он в 150 лет от Рождества Христова В 150-й год родился Пусть это зрелый мужчина Пишет эти свои творения Уже ему лет под 50 Хотя, вы знаете, я вон в 30 стал проповедовать И, возможно, и он Даже не будем, правда, 50 брать Возьмем 30 Вот вам 180-й год от Рождества Христова В принципе, еще 80 лет назад Жил апостол Матфея То есть, это еще все очень свежее Это еще из уст в уста Вот-вот-вот переходит Да, то есть От ученика к ученику Христовых То есть, мы с вами видим Этот человек, Климент Александрийский Утверждает, что апостол Матфей Был именно веганом Ну, хоть здесь прямо Он не говорит, что я тоже веган Ну, зная таких людей Вот именно то они и святые Они действительно исполняли Заповеди Евангелия Заповеди любви И все добрые заповеди своих учителей От которых они слышали доброе учение Вот так вот Поэтому, я даже не знаю Я говорю, обычно длинные ролики пишу Что здесь еще добавить Здесь прямо написано все Вот Ссылка на прямых Более того, как еще расскажу Эту цепочку Почему все из Климента Александрийского Да, и смотрите Климент Александрийский утверждает Когда мне тычут, что ты там Евангелие нарушаешь, да Или там Новый Завет Нет, он утверждает, что Апостол Матфей Был именно веганом И Иоанн Креститель То есть до и после Иисуса Христа Значит, все по цепочке Если Матфей был веганом Значит, Иисус был веганом Кто его этому научил? Значит, Иисус Иоанн Креститель Был Веганом Климент Александрийский пишет Что Иоанн Креститель Простирал воздержность Далее, да То есть он как бы Вот он всех показывает Ну, хорошо Там далее, не далее Там далее в том было Что действительно он был Еще помимо качества пищи Действительно, что он был веганом Да, он не был труппажором Там Всего этого, да Но он просто был еще постником великим Как его говорят То есть скудный питался Да Помимо там Мы можем еще Даже веганы могут Гартанобесием Там заниматься Такими вещами Уж, да Там все смаковать То есть он себе Позволял лишь простую пищу Да Вот Но суть от этого не меняется А значит, если до Иисуса И после было веганство Это значит, Иисус уж точно был веганом Вот вам, пожалуйста Простая цепочка Как нам Климент Александрийский Не просто мы сегодня с вами На предание оперлись А на предание Которое прямо утверждает Эту истину Что Иисус и его окружение Были веганами Я надеюсь, что веганы Христиане, которые меня слушают Ликуют и радуются Что действительно веганы Труппажор Ой, не веганы А убийцы Труппажор Религиозники Они просто зло Хотят оправдать Вот и все Все, что им удобно Они все будут Все зло, которое можно Хоть чем-то оправдать Они будут Отправдывать Целую эпоху чрева Свои мысли только о земном Но они никогда не обратятся К свету Вот, пожалуйста Возьмите это место Да И Станьте светом Да Но нет Они будут избирать тьму Вот такое вот место В принципе Мое дело Тут уже Жевать что-то Просто свидетельствую Что вот такое есть И так у меня Свидетельство В 20 минут Вот вам, пожалуйста Климент Александрийский Которого мы с вами Рассмотрели Да Следующий у нас По списку Вам анонсирую Это некий Антоний Великий Как видите Тоже будет Всего лишь Несколько фраз Просто мы поговорим И я в принципе Дам пересылку У меня есть Записано Все житие И письма Антония Великого Я говорю В свое время Я его очень полюбил Для меня во многом Стал тоже примером Образцом Все что у него было доброе Я себе на вооружение взял Вот Но об этом В следующем видео Ролики которые нравятся Ставьте лайки Делитесь им На своих ресурсах В социальных сетях На своих каналах Ютуб и Телеграм Где только есть Со своими друзьями В личных сообщениях Пишите комментарии Задавайте вопросы Я все читаю На что могу отвечаю Все эти тексты На моем канале Христолюб.ру Вы найдете Веган Христолюб Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok